Альпийская деревня Большое количество участников вышли на лыжные дистанции. Среди тех, кто пробежал свои километры, был и губернатор Омской области Александр Бурков. Альпийская деревня Они лучше их слышат по определению. Поэтому, конечно, такие соревнования, особенно командные, эстафеты, они очень полезны и они дают некий заряд энергии. Потому что все начинают болеть за свою команду, переживать. Такой соревновательный процесс. А потом это общение же. Это общение с представителями всех районов, с представителями городских округов Омска, с представителями министерств и ведомств. И многие вопросы, они в дальнейшем будут решаться быстрее и эффективнее. Настроение изумительное. Надо отметить, никто нас не заставляет выходить на лыжню. Но в такую погоду, при таком стечении народа, коллег по службе, по работе, конечно же, очень приятно выйти на старт. Трасса изумительная, еще раз говорю. И пройти вот то расстояние, которое есть. Сегодня прозвучала идея, высказанная Александром Леонидовичем, нашим губернатором, о том, что на будущий год нужно привлекать и федеральные структуры, то есть там и МЧС, и полицию, прокуратуру и другие органы власти федеральные, которые имеют свое представительство на территории нашего региона. Для того, чтобы еще больше расширить привлекательность этого события. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я практически каждый день занимаюсь спортом. Не только его организацией, но и участием. Данная спартакиада является ярким примером, как нужно развивать спорт в регионе. Это благодаря нашему руководству, востоящему, такие спартакиады проводятся. И они имеют огромную поддержку в спортивной общественности. И не только в спортивной общественности, а во всей нашей области. Потому как яркий пример личный, он больше всего подчеркивает, что спортом не просто нужно заниматься, а очень важно заниматься для сохранения здоровья и активной жизненной позиции. Замечательное событие, прекрасная погода, настроение классное. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, потому что это и дружба, это и общение, это и спорт, здоровый образ жизни. Все было очень классно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из самых зрелищных состязаний стала комбинированная эстафета, которая была проведена впервые. Забег по стадиону с шуточными элементами понравился всем. Участники поддерживали не только свои команды, но и другие. А лучший результат показала сборная Павлоградского района, опередившая Горьковский и Большоуковский. В итоге именно Павлоградцы выиграли комплексный зачет среди муниципальных образований региона. Среди органов исполнительной власти победу одержала дружная сборная Министерства спорта Олмской области. Конечно, это общение. Мы поделились работой, как мы работаем, с коллегами. У нас разные направления людей, которые работали здесь. Это у нас и бухгалтера были, и любые структуры. Поэтому самое главное в этом мероприятии – это общение, обмен опытом. Поэтому я думаю, что все получилось хорошо на 100%. Среди органов исполнительной власти, в общем-то, можно сказать, что команды были равными. Если в одном виде спорта кто-то занимал, допустим, первые места, другие виды спорта, например, последние. Поэтому это дало, так сказать, равные шансы для всех команд. Плюс, конечно, большой интерес вызвала комбинированная эстафета, потому что там, в общем-то, не надо специальной подготовки, и все команды были в равных условиях. И поэтому за счет этого, ну и, конечно, эмоции, поэтому комбинированная эстафета – это была, ну, я так могу сказать, можно сказать, что кульминацией спартакиады для многих. Всем она понравилась, она была введена впервые в этом году, то есть мы ее придумали. Поэтому, ну, думаю, что на следующий год, возможно, что-то еще появятся новые виды спорта, новые состязания, может быть, какой-то конкурс, фестиваль и так далее. Вот, поэтому мы будем работать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok